Лекция по Бхагавадгите, как она есть. Глава 4, тексты с 1 по 6. Прочитана Его Божественной Милостью, Ачаба Ктивданте Свами Правопады, 3 января 1969 года в Лос-Анджелесе. Читай. Глава 4. Трансцендентальное Знание. Текст 1. Божественная Личность Господь Кришна сказал, «Я передал эту вечную науку йоге Богу Солнца, Вивасвану. Вивасван передал ее Ману, прародителю человечества, а Ману в свой черед передал ее Икшваку». Трансцендентное Знание. Есть два вида Знания. Мирское Знание и Трансцендентное Знание. Мирское Знание означает, как поддерживать это тело. Ахара нидра бхая майдхунам. Каким образом удовлетворять потребности этого тела? В чем заключаются потребности этого тела? Нам необходимо кушать что-то, еда, сон. Нам необходим отдых после тяжелого труда, после обильного обеда. Нам нужно поспать, еда, сон. И когда мы спим, иногда нам снятся сны. И мы боимся. Или даже когда мы бодрствуем, мы боимся. Поэтому мы принимаем защитные меры. Например, когда мы спим, мы закрываем двери. Так еда, сон, страх и совокупление. Совокупление, чувственное наслаждение. Итак, чтобы удовлетворить эти потребности тела, знание, которое нам для этого необходимо, называется мирским знанием. Как, например, в современной материальной цивилизации, мы наилучшим образом организовали все условия для еды, для сна, для защиты и для чувственного наслаждения. Современная материальная цивилизация просто основана на этом мирском знании. Но в этом мире нет университетов, которым учили бы трансцендентному знанию. Нет фактически никакого факультета в университетах, где бы учили тому, как что называется, Барамаджигиса, науке о душе. Это называется трансцендентное знание. Таким образом, мы пытаемся получить мирское знание, но самая важная часть знания — это трансцендентное знание. «Кто я такой? Откуда я пришел? Каково мое изначальное положение? Являюсь ли я этим телом? Или я нечто другое, отличное от этого тела?» Таково трансцендентное знание, и Кришна начинает трансцендентное знание здесь. Продолжай. Комментарий. Здесь мы обнаруживаем историю Бхагавадгиты, прослеженную из глубины веков, когда она была поведана царскому роду, царям всех планет, начиная с планеты Солнца. Роль царей на всех планетах — защищать всех живущих, и потому правители должны знать науку Бхагавадгиты, чтобы быть в состоянии управлять гражданами и освободить их от бремени и низменных желаний. Человеческая жизнь предназначена для развития духовного знания, для осознания своей вечной связи с Верховной Божественной Личностью. И носители власти всех государств и всех планет обязаны научить этому всех своих поданных, используя средства образования, культуры и религии. Другими словами, роль главы любого государства заключается в распространении науки сознания Кришны, чтобы люди, овладев этой великой наукой, могли совершенно следовать по верному пути, используя данную им форму человеческой жизни. Да, в Бхагавадгите говорится «Уберите детей». Это знание, трансцендентное знание было поведано в прошлом царям, потому что цари были очень ответственны за благосостояние граждан. Но когда цари перестали проявлять ответственность, тогда постепенно люди ввели правительство. Но раньше цари были очень ответственными, особенно, что касается развития трансцендентного знания у горожан. «Раджаршая» означает «мудрецы среди царей». Хотя они принадлежали к царской династии, они были очень святыми людьми, потому что было много примеров, например, Махараджа и Киштира, Махараджа Парикши, это они были императорами мира, но, тем не менее, они были настолько благочестивыми, настолько религиозными, настолько сведущими в трансцендентной науке, что с ними никто не мог сравниться. Поэтому это знание особенно было предназначено для царей, для царского уклада, которые были очень благочестивыми и преуспевали в духовном знании. Продолжай. «Эта высшая наука передавалась по цепи ученической преемственности, и так познавали ее праведные цари. Со временем эта цепь была нарушена, и потому сущность знаний кажется сейчас утраченной». Текст третий. «Сегодня я сообщаю тебе эту древнейшую науку взаимоотношений со Всевышним, ибо ты — мой Бхакта и мой друг, и потому сможешь постичь трансцендентную тайну этого знания». Комментарий. Существует два класса людей — Бхакты, преданные и демоны. Господь избрал Арджуну как достойного воспринять эту великую науку, потому что он был Бхактой. Но для демона эта наука непостижима. Существует ряд изданий этой книги, этого кладези мудрости. Комментарии к некоторым из них составлены преданными Господа, в то время как к другим составленными демонами. Комментарии преданных истинны, тогда как комментарии демонов не представляют никакой ценности. Потому что здесь говорится, что эта древнейшая наука о взаимоотношениях с Верховным сегодня поведана мной и тебе, потому что ты — мой преданный. Поэтому эта трансцендентная наука ее не могут понять люди с помощью просто академического образования. Это невозможно. Это тайна. Как, например, в обычном образовательном учреждении никому не позволяется изучать закон до тех пор, пока он не закончил колледж. По крайней мере, в Индии таков закон. Никто не может быть принят, в адвокатский колледж до тех пор, пока он не закончил, потому что он не сможет понять просто. Точно так же в Ведах говорится до тех пор, пока человек не получил бромынические качества. Он не должен изучать Веды. В каждой отрасли знания, если вы хотите получить образование в определенной сфере, вы должны получить определенные качества, чтобы поступить в эту школу или в колледж. Точно так же, если вы хотите изучать Бхагавадгиту, то вы должны стать преданным. Просто академическое образование не поможет вам, потому что Бхагавадгита была сказана преданным. Кришна говорит, это очень древняя наука взаимоотношений с Верховным. Сегодня мной рассказывается тебе, потому что ты мой преданный. Как же непреданные могут понять эту науку? Непреданные не могут ее понять. А кто является преданным? И кто является непреданным? преданный это тот, кто принимает верховное положение Верховного Господа. И он убежден в этом. Он убежден в своих вечных взаимоотношениях с Богом. Скажем, Господь Иисус Христос, ему угрожали смертью, он был распят, тем не менее он был убежден в своих взаимоотношениях с Богом. Вот это преданный, это пример преданного. Преданный означает, он твердо убежден в своих взаимоотношениях с Богом. И в чем заключаются эти взаимоотношения? Эти взаимоотношения строятся на основе любви. Преданный любит Бога, и Бог любит преданного. Это единственное взаимоотношение. Господь заботится о преданном, и преданный служит Господу. Таковы взаимоотношения. И человек должен установить эти взаимоотношения, как, например, Аджуна. Его взаимоотношения с Кришной были дружеские. Точно так же вы можете иметь свои взаимоотношения с Богом, как возлюбленный, как Его любящий. Вы можете иметь с Ним взаимоотношения, как Господин и Слуга. Вы можете находиться с Ним во взаимоотношениях отца и сына. Существует много взаимоотношений. Как у нас в этом материальном мире существуют разные взаимоотношения, но это лишь искаженное отражение этих пяти взаимоотношений с Богом. Но мы забыли об этом. Это движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы восстановить это сознание. Нет ничего нового в этом. Это движение предназначено для того, чтобы привести нормальное состояние сумасшедшего человека. Забыть Бога означает, что вы находитесь в ненормальном состоянии. Но когда вы восстанавливаетесь и взаимоотношения с Богом, это здоровое состояние. Итак, движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы восстановить наше нормальное состояние. Продолжай. Аджуна является предным Господа. Поэтому человек должен понимать Бхагавагиту от предного подобного Аджуны, иначе человек просто будет тратить пустую свое время, читая такие комментарии. Аджуна принимал Ши Кришну как Верховну Божественной Личности и Тот, кто составляет комментарии следуя поступам Аджуны, действительно служит делу этой великой науки. Демоны, однако, не принимают Кришну как Он есть. Вместо этого они выдумывают всевозможные измышления о Нем, избивают читателей с пути, на который наставлял Кришна. Читателю следует быть очень осторожным, чтобы не встать на такой неверный путь. Необходимо следовать очень чисткой преемственности, берущей начало от Аджуны. Если мы хотим изучать Бхага Вадгиту, тогда мы должны следовать принципам, как, например, мы объяснили в обведении, как, например, если вы возьмете бутылочку с лекарством, там есть рецепт, две таблетки дважды в день после еды. Поэтому вы должны следовать его наставлениям, тогда вы получите благо. Вы не можете брать какой-нибудь совет у какого-нибудь вашего друга по поводу того, как принимать это лекарство. Нет. Вы должны руководствоваться указаниями врача, потому что у него он эксперт в своей клинике. Подобным образом здесь дается рецепт к бутылочке с Бхагавадгитой. Кришна говорит, что Бхагавадгиту необходимо понимать от преданного. Вы должны понимать Бхагавадгиту от преданного. Таков рецепт к этой бутылочке с лекарством. Иначе, если вы будете поступать иначе, вы не получите благо. Арджуна сказал, Бог солнца и вас он старше тебя по рождению. Как же может быть, что ты передал эту науку Ему? Да, здесь Кришна сказал, что давным-давно я рассказал эту науку, трансцендентное знание Богу солнца. Скажем, как правило, если я скажу, что как-то раз я разговаривал, я рассказывал эту Бхагавадгиту на солнце. Вы сразу же подумаете, о, Свамиджи потерял рассудок. Он говорит, что он разговаривал с Богом солнца. Да, такая реакция вполне естественна. И теперь Кришна говорит, что я рассказал эту науку Богу солнца. Другие могут сказать, о, этот Кришна похоже тоже не совсем психически здоров. И такая реакция вполне естественна. И для того, чтобы прояснить этот момент, Арджуна задает вопрос, каким это образом ты мог рассказывать эту науку Богу солнца, поскольку я знаю, что ты родился 70 или 80 лет назад, когда Кришна рассказывал эту Бхагавадгиту, ему было не меньше, чем 90 лет. он находился на планете Земля 125 лет. Арджуна был его современником, он был его другом и двоюродным братом, поэтому он был удивлен. Кришна, как ты можешь говорить, что ты рассказывал эту науку Богу солнца? И это вопрос миллионов и миллионов лет, потому что если мы принимаем, если мы принимаем это утверждение, это означает, что Бхагавадгита была рассказана не менее, чем 40 миллионов лет назад. Вивасван манавепрага, поскольку Бог солнца рассказал эту науку своему сыну, Ману, если вы подсчитаете возраст настоящего Ману, Вивасвата Ману, он будет составлять 400 миллионов лет и даже больше, он был удивлен, поэтому он разъясняет этот сложный момент. Каким образом ты рассказывал Бхагавадгиту? Продолжай. Блаженный Господь сказал, через многие и многие рождения прошли мы с тобой, я помню их все, ты же не помнишь их, о покорителе врагов. Да, разница в том, что Аржуна, будучи постоянным спутником Кришны, он также присутствовал, когда Кришна рассказывал эту науку Богу Солнца, но он забыл об этом. Но Кришна, будучи Верховной Личностью Бога, не забыл. Как, мой ребенок. Я говорю ему, мой дорогой ребенок, 25 лет назад ты упал и ты ушибся в этом месте, хотя сам ребенок забыл уже об этом. Но этот случай является фактом, отец знает об этом. Точно так же Кришна, Верховный Отец, Он знает все. Но Аржуна мог забыть, поскольку человек забыл, он не может привести подробности в случае. Например, у нас мы уже жили во многих телах до этого тела, но мы забыли обо всех этих телах, это не означает, что этого не было. мы должны были прожить миллионы и миллионы в миллионах и миллионах тел. Я уже объяснял это. Мы должны были жить в воде, чтобы прожить в 900 тысячах видах жизни, в 2 миллионах видах жизни, мы жили как растения и деревья. Таким образом, мы проходили через все эти формы, но мы могли забыть об этом, но это не означает, что этого не было. Продолжай. Комментарии. В Брама Самхите рассказывается многочисленных воплощений Господа. Там говорится, я поклоняюсь Верховной Божественной Личности Говинди, изначальной Личности, абсолютной, непогрешимой, не имеющей начала. Хотя он и воплощается в неограниченное число форм, он всегда остается той же самой изначальной, старейшей из всех и вместе с тем вечно юной Личностью. Лучшие ведические ученые обычно могут постичь эти формы Господа, составленные из вечности, блаженства и знания. Что же касается чистых бхакт, то для них они всегда очевидны. В Брама-Самхите также утверждается, я поклоняюсь Верховной Божественной Личности Говинди, Кришне, всегда пребывающему в различных своих воплощениях, таких как Рама, Бисима и многих других. Но он всегда есть изначальная Божественная Личность, Кришна, и иногда он нисходит в этот мир в своей изначальной форме. В ведах также сказано, что хотя Господь единственный и другого нет, Он проявляет себя в формах, которым нет числа. Он подобен камню Вайдурия, меняющему свой цвет и остающемуся при этом неизменным. Есть такой драгоценный камень, если вы повернете его на свет, вы увидите множество, вы увидите игру разных цветов, хотя сам по себе камень один. Точно так же, хотя Господь является одним, Он может проявлять себя в разных формах. Такова прерогатива Господа. Галокая Вайнивасаттихилатмабута, Он может распространяться в миллионах и триллионах форм, тем не менее, Он один. Тот же пример, что камень Вайдурия, хотя он является одним, но вы найдете в этом камне множество оттенков в одно и то же время. Такой пример, это очень хороший пример, продолжай. Все многочисленные формы Господа постигаются чистыми бхактами, но не могут быть поняты посредством простого изучения вед. Бхакты, подобные Арджуне, постоянные спутники Господа, и когда бы Господь не воплощался на земле, Его бхакты также принимают рождение, чтобы служить Господу всеми возможными способами. Арджуна один из этих бхакт, и из данного стиха можно понять, что несколько миллионов лет назад, когда Господь Кришна рассказал Бхагавадгиту Богу Солнцу и Васвану. Арджуна также присутствовал при этом и в другом качестве. Но разница между Господом и Арджуной состоит в том, что Господь помнит происходившее, тогда как Арджуна нет. Таково различие между живым существом, неотъемлемой частичкой Господа и Всевышним. Да. Сегодня существует много богов, особенно кто-нибудь приезжает из Индии под именем святого, и они говорят, что они боги. Все говорят, «Я Бог». Или кто-то говорит, что «Все Бог». Но здесь дается четкая разница между Богом и обычным живым существом. В чем эта разница? Господь не забывает, но мы забываем. Если я спрошу вас вот в это время, чем вы занимались вчерашним вечером, вам необходимо будет вспомнить, вы забыли об этом. И что уж говорить о том, чтобы вспомнить, чем вы занимались неделю назад или год назад, такова наша природа, это забвение. Мы склонны забывать здесь Арджуна и Кришна, хотя они находятся на уровне дружбы. Один является Богом, а другой является обычным живым существом. Господь не забывает, живое существо забывает. В этом разница. Как мы можем говорить, что ты Бог, ты постоянно забываешь, ты даже не можешь сказать, чем ты занимался несколько часов назад, но ты утверждаешь, что ты Бог. Они сделали из Бога дешевку. Все заявляют, я Бог. Они не знают, что такое Бог. Итак, здесь попытайтесь понять, в чем разница между Богом и собакой. Собака забывает. Собака прибегает к вам в дом, чтобы что-то поесть. Вы ее пинаете, она убегает, и затем снова прибегает. Она забывает, что ее пнули. Понимаете? Такова природа собаки. Но природа Бога другая. Если мы развиваем нашу память, тогда мы обретаем божественную природу. И в этот век мы уменьшаем нашу память раньше, в былые времена, когда было написано Бхагавадгитом, Веса Дэвой. Но до этого люди имели настолько острую память, что им не нужно было печатать книги. Как только человек слушал от духовного учителя какое-либо наставление, они помнили его на всю жизнь. Но сейчас постепенно память ослабевает. Это означает, что мы не развиваемся. Продолжительность нашей жизни уменьшается. Наша память ослабевает. Мы становимся более бедными. И в этот век уменьшается восемь вещей. Из них память ослабевает все больше и больше, и продовольтельность жизни также будет уменьшаться. Вы можете, например, взглянуть в историю. В прошлые времена ваши предки жили по 80 лет, по 90, по 100 лет. Теперь, как правило, люди живут 60, 70, 70 лет. И постепенно продолжительность жизни будет уменьшаться настолько, это все утверждение в Бхагаватам, что если человек сможет прожить от 20 до 30 лет, его будут считать старожилом. Придет и такое время очень скоро. Поэтому мы не улучшаем свое положение. Мы во всех отношениях теряем. И мы горды своим развитием цивилизации. Продолжай. Хотя Кришна обращается здесь к Арджуне как к великому герою, способному покорять врагов. Тот не в состоянии восстановить в памяти события своих предыдущих воплощений. Да, иногда к нам обращаются как к доктору, как профессору, как академику. Но если вы спросите этого профессора или академика, мой другой господин, а кто вы такой? Откуда вы пришли? Куда вы направляетесь в дальнейшем? Он не сможет ответить? Этот вопрос точно так же к Арджуне здесь. Кришна обращается как к самому могущественному, но он не может помнить своего прошлого. Продолжай. Поэтому живое существо, каким бы великим оно ни казалось, если оценивать его с позиции материализма, никогда не может сравниться со Всевышним Господом. Да, оно не может быть равным Богу. Никто не может сравняться с Богом. Имя Бога Асама означает «никто не может сравняться с Богом». И Урдва означает «никто не может перезайти его в чем-либо. Это означает, что все находятся ниже его. Человек может быть очень велик. Он может быть очень преуспевающим в знании, но никто не может сравниться с Богом. Господь велик. Такого истинного значения того, что Господь велик. Если кто-то превосходит Бога в чем-либо, то, что это за Бог такой? Господь велик. Продолжай. «Всегда сопутствующий Господу непременно является освобожденной личностью, но неравной Богу. Вы можете быть очень возвышенным человеком. Вы можете быть освобожденным полностью, тем не менее, вы не можете стать равным Богу. Господь всегда велик». Продолжай. Господь описывается в Брама Санхите как «непогрешимый отчью-то». И это означает, что Он никогда не забывает себя, даже и находясь в контакте с материальным миром. Моевади, философы Моевади говорят, «Я Бог, но я забыл, что я Бог». Ну, как Бог может забыть? Здесь дается свидетельство. Как Бог может забыть? Если вы забываете, то вы не Бог. Это ясно. Не может быть никаких споров по этому поводу. Бог не может забыть. Господь помнит всегда отчью-то. Отчью-то означает «непогрешимый». Господь не может попасть в ловушку Мои. Моевади говорят, что я Бог. Теперь я нахожусь в иллюзии под время Мои. Я забыл, что я Бог. И с помощью своей медитации я стану снова Богом. Это все просто абсурд. Бог не может себя забыть. Это не Бог. Господь не может забыть себя. Продолжай. Господь и живое существо никогда не могут быть равны во всех отношениях. Даже если живое существо достигло Арджуна, преданный Господа, он иногда забывает природу Господа, но Божественной милостью Бакта может сразу же понять всю непогрешимость Всевышнего, тогда как не Бакта, не преданный или демон не в состоянии постичь эту трансценетную природу. Соответственно, описания данной Евгити не могут быть восприняты людьми демонического склада. Существует шесть достояний, трансценетных качеств Бога. Одно из качеств это то, что Он полон знаний. Если Господь исполнен знания, как Он может забыть о чем-то? Это невозможно. Продолжай. Кришна помнит все, что Он совершал миллионы лет назад, а Арджуна нет, несмотря на то, что и Кришна, и Арджуна вечны по своей природе. следует отметить, что живое существо забывает все потому, что оно меняет тела. Да, еще один момент. Необходимо отметить здесь, что почему мы забываем, мы живые существа, почему мы забываем, и это факт, что я переместился в это тело из своей прошлой жизни. Я не могу сказать, каково было мое тело в прошлой жизни, такова моя природа, потому что я поменял тело. Например, вы можете помнить, скажем, 20 лет или 25 лет назад, скажем, сейчас мне 73 года. Я могу помнить какие-то события из своей жизни, когда мне было только 3 года, потому что это было в этой жизни. Но я не могу помнить, кем я был в своей прошлой жизни. Это означает, что если вы меняете ваше тело, тогда вы забываете. Но Кришна помнит, это означает, что Кришна не меняет своего тела. Это еще один аргумент. Кришна помнит, это означает, вы сможете прочитать об этом в Бхагавадгите, он говорит тадатманам, сейджам, ягам, я появляюсь. Я появляюсь таким, какой я есть. Атма майя, с помощью моей собственной внутренней энергии. Как, я появляюсь или любое живое существо появляется в этом материальном мире. Мое появление в этом мире находится вне сферы его влияния. Как только я оставляю это тело, материальная природа полностью власть надо мной. Природа даст мне определенное тело согласно моей деятельности. Таков метод, как, например, вы получили это тело, американское тело, я получил индийское тело, собака получила тело собаки. Все это дают законы природы. Согласно моему уму, согласно моим действиям, я получаю тело. Но тело Кришны другое, он появляется, нет разницы между его телом и им самим. Это то же самое. Непреданные не могут понять этого. Они не могут понять, что нет разницы между Кришной и его телом. Мы отличаемся, я душа, но я отличаюсь от этого тела. Эти вещи будут объясняться в этой главе, трансцензентное знание. Продолжай. Господь помнит, потому что Он не изменяет Своё тело. Сачит Ананда. Он Адвайта. Сачит Ананда. Тело Сачит Анда. Сад означает вечное. Сачит означает полное знание. Сачит Ананда. Ананда означает блаженное. Таково Его тело. Наше тело является прямой противоположностью. Оно не является сад, оно не является вечным, оно временное. Оно не исполнено знанием, мы полны невежества. Мы не знаем, что там за этой стенкой. Поэтому тело полно невежества. Мы горды нашими глазами. Если выключить электричество, вы не сможете ничего увидеть. Мы видим, мы находимся под давлением определенных условий, созданных материальной природой. Мы не осознаем все, так же наше тело не является вечным, так же мы неблаженны. Это тело представляет собой букет всевозможных болезней. Тело подвержено рождению, смерти, тело забывает, тело страдает от старости. Это тело не доставляет нам большой радости, но тело Кришны является прямой противоположностью. Его тело блаженно, оно полно знания и вечно. как вы можете сравнивать себя с Кришной? Это просто невозможно. Продолжай. Он Адвайта, что означает, что его тело и он сам суть одно. Все, что имеет к нему отношение, есть дух, тогда как обусловленная душа отлична от своего материального тела. Так как тело Господа и его сущность есть одно и то же, его положение всегда отличное от положения обычного живого существа, даже когда он не сходит в материальный мир. Демоны не могут принять трансцендентную природу Господа, как он описывает ее сам в следующем стихе. Поэтому, если мы пытаемся понять Бога, с помощью нашего ограниченного знания мы потерпим неудачу. Мы должны понимать Бога от самого Бога. Тогда это будет совершенным знанием. Бхагавадгита является наукой Бога, где Бог сам говорит о себе. И эту науку принимают все великие ученые и философы, религиозные деятели. Каждый подвожай. Хотя я нерожденный, и мое трансцендентное тело нетленное, хотя я господин всех живых существ, я все же каждое тысячелетие являюсь в своем изначальном трансцендентном образе. комментарий. Господь говорит о своеобразии своего появления на свет. Хотя Он и рождается как обычный человек, Он помнит все Своих многочисленных рождений, в то время как обычный человек не помнит даже, что Он делал несколько часов назад. Если кого-нибудь спросить, что точно происходило в это же время, днем раньше, то обычному человеку зачастую бывает трудно сразу ответить на этот вопрос. Ему несомненно придется напрячь свою память, чтобы вспомнить, что Он делал в это же время накануне. И все же человек часто осмеливается провозглашать себя Богом или Кришной, не следует верить подобным бессмысленным заявлениям. Затем Господь снова объясняет свое прокрытие или свою форму. Прокрытие означает природа, так же как и сварупа, чья-либо форма. Господь говорит, что Он появляется в своем собственном теле. Он не меняет свое тело, как обычное живое существо, переходящее из одного тела в другое. Обусловленная душа может иметь один тип тела в этом рождении и другой в следующем. В материальном мире живое существо не имеет определенного закрепленного за ним тела, а переселяется из одного тела в другое. Господь же не делает этого. Когда бы Он не появился, Он воплощается все в том же изначальном теле, благодаря Его внутренней энергии. Другими словами, Кришна нисходит в материальный мир в своей изначальной вечной форме, с двумя руками, держащими флейту. Да, в вашей Библии также говорится, что Господь создан по образу и подобию Бога, не то, что Бог создан по подобию человека. Атеисты говорят, что вы создали Бога согласно вашему собственному воображению. Но ни одно Писание не говорит об этом. Господь вечно имеет две руки, две ноги, и Господь настолько добр и милостив, что Он создал человека согласно своей форме. Это особая возможность дана людям, не то, что человек может идти и думать, что я могу выдумать Бога. Нет, поскольку у человека две руки, две ноги, поэтому Бога тоже будет две руки. Нет, это не так. Продолжай. Он появляется в своем нетленном теле, которого не может коснуться материальной скверны. Но хотя он появляется в том же трансцендентном теле и является властителем Вселенной, все равно может показаться, что он принимает рождение как обычное живое существо, нехотя его тело не подвергается тлению как материальное тело. Кажется, что Господь Кришна неудивительно, достигнув юношеского возраста, он больше не меняется. К моменту битвы при Курушетре у него было множество правнуков, или другими словами, по материчным подсчетам. Он был в достаточно зрелом возрасте, и все же он выглядел 25-летним юношей. Мы никогда не встречаем изображение Кришны в преклонном возрасте, потому что он никогда не стареет, как мы, хотя является наистарейшей личностью во всем творении, в прошлом, настоящем и будущем. Ни его тело, ни его разум не подвергаются тлению и не изменяются. Поэтому становится ясным, что, несмотря на то, что он существует в материальном мире, он существует в нерожденной вечной форме блаженства и знания, и его трансцендентное тело и разум неизменны. На самом деле, его появление и исчезновение подобны восходу, движению и заходу солнца. Когда солнце исчезает из поля нашего зрения, мы считаем, что оно взошло. Если же солнце появляется перед нашими глазами, мы думаем, что оно взошло над горизонтом. В действительности же солнце всегда находится на своем месте, но из-за несовершенства наших чувств мы считаем, что оно появляется и исчезает в небе. И так, как появление и исчезновение Господа отличается от появления и исчезновения обычного живого существа, очевидно, что он благодаря своей внутренней энергии есть вечное блаженство и знание, и его никогда не касается материальная скверна. Веды подтверждают, что Всевышний Господь не рожден, хотя и кажется, что он рождается в своих многочисленных проявлениях. В других ведических произведениях также утверждается, что хотя Господь, казалось бы, и рождается как обычный человек, его тело не изменяется. В Бхагаватам описывается, как он появляется перед своей матерью в форме Нарайны с четырьмя руками и всеми шестью знаками божественного совершенства. Его появление в его изначальном вечном образе следствует его без причин и милости, чтобы живые существа могли сосредоточиться на его истинной форме, а не на выдумках имперсоналистов. Слово Майя означает беспричинная милость Господа, как указывает словарь Вишвакоша. Господь создает все свои предыдущие появления и исчезновения, но обычное живое существо забывает все, что было связано с его прошлым телом. Кришна Господин всех живых существ. Во время Своего пребывания на земле Он совершает чудесные подвиги, которые были бы не под силу человеку. Господь есть вечная истина, и нет разницы между его формой и его свойствами и его телом. Теперь может возникнуть вопрос, почему Господь нисходит в этот мир и уходит из него? Ответ на это дается в следующем стихе. Хорошо. Я потом буду говорить о следующем тексте. очень хорошо. Есть ли вопросы по теме, которые мы обсуждали? Я думал, что Кришне было только 16 лет. Да. Но в Бхагавадгите говорится, что ему было 25. Да. Как например, вы видите солнце, вы говорите сейчас 12 часов, и солнце уже постарело. Но солнце осталось тем же, но вы просто считаете, согласно своим представлениям, солнце в 12 часов в полдень не является более старым, чем оно было утром. Оно не постарело, но согласно нашим подсчетам, скажем, солнце сейчас на 6 часов старее, чем оно было утром, но это наши подсчеты. Таким образом, Кришна всегда 16-летний, но мы подсчитываем таким образом. Крупада, находится ли Господь Иисус Христос в духовном мире в Своем теле, в котором Он не зашел на землю? Иисус Христос Иисус Христос Иисус Христос как Он мог воскреснуть? Обычное тело не может воскреснуть. Он появился в Своем духовном теле, несомненно. Иисус Христос сказал, если я помню правильно, Он сказал, Господь простил этих людей, которые распинали Его. Он знал, что эти негодяи убивают Меня, но они, несомненно, оскорбляют, но они не знают, они знают, что Меня нельзя убить, но они думают, что Они убивают. Понимаете? Но это было оскорбительно, поэтому Он умолял Господа простить их, потому что Господь не прощает оскорбителей преданных. Он может простить того, кто оскорбляет Бога, Его самого, но если кто-то оскорбляет преданного, Господь никогда не прощает. Поэтому Он молился за них. Таковы качества преданного.